Скользяй беспечно по воде, все дальше мы плывем. Приключения Алисы в стране чудес, конечно, затягивают. Читать Арина научилась рано. Уже в 4 года знала буквы, сейчас ей 8, но мама просит, береги глазки, не напрягай. Весной прошлого года девочка едва не ослепла. Чуть болела голова, тошнила, когда Арина заразилась от сестры-ветрянки, стало еще хуже. Мы читали, как обычно, потому что в первом классе читать надо много. Когда у окулиста вынули, что она левым глазом, она не видит ни одной строчки. Ребенка экстренно направили к нейрохирургу, сделали компьютерную томографию головного мозга. Марина говорит, она помнит тот страшный день. Он сказал, что у меня вот эти слова как бы до сих пор. Вы знаете, у вашей девочки опухоль головного мозга. Боль, которая перехватывает дыхание, шок, который парализует волю, слезы, которые нужно прятать от собственного ребенка. Маленькой Арине так и не сказали, почему она теперь не ходит в школу. Точнее, сказали не всю правду. У меня была операция, и у меня убрали бяк. Больно это было, ты не помнишь? Нет, я вообще не чувствовала. Оперировали девочку в Москве. Врачи Казани даже не стали рисковать. Столичные хирурги убрали все, что смогли, но полностью удалить опухоль не получилось. Опасались повредить зрительный нерв и гипофиз. После операции левый глаз Арины стал видеть лучше, а правый хуже. 8 строчек из 10. Неплохо. Но казалось, опухоль злокачественная. Это светлоклеточная атипическая менингиома. И она будет расти. У Арины сохраняется остаточная опухоль, которая располагается в области зрительных нервов, гипофиза и перекреста зрительных нервов. В дальнейшем, если эта опухоль будет расти, она может сдавить эти структуры, что может привести за собой потерю зрения необратимую, а также эндокринные нарушения. Хирурги здесь уже бессильны. Лучевая терапия опасна. Фотоны, которыми будут атаковать мозг, вызовут когнитивные изменения. Это отразится на интеллекте. Ребенка спасут протоны. Это самый современный метод лечения онкологии. Риск рецидива здесь практически исключен. Семья приехала в Петербург, где в прошлом году открылся первый и единственный центр в России. Специальным образом сформированный наш луч будет отдавать свою максимальную дозу именно в опухоли, никаким образом не травмируя здоровые ткани. Страшно. Ну, вдруг я упаду. Там стеклянная такая... Ну, стол такой стеклянный. Туда надо ложиться. К циклотрону, который прячется за толстыми бетонными стенами, Арина шла рабея. Почти как Алиса в кроличьей норе. Но опасалась зря. Девочку бережно уложили, надежно закрепили, прицелились. Точность, с которой пучок протонов, будет облучать опухоль, десятые доли миллиметра. Никакого дискомфорта. Несколько минут легкое жужжание, и так 33 раза. Но последние деньги семьи ушли на аренду квартиры рядом с центром протонной терапии. Стоимость лечения 2 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Они живут в Казани, папа работает машинистом, на электростанции мама ухаживает за двумя детьми. Арине отказали в инвалидности, и пособия она не получает. Семья может рассчитывать только на помощь неравнодушных людей. Смотри, вот одна. Вот, вот, подожала, подожала. Арина задорная и чуть стеснительная девочка. Любит танцевать, увлеклась фортепьяно. Мечтает, что осенью вернется в школу. Там ждут подружки. Но когда о ее будущем говорят родители, их голоса дрожат. Не знаю, у меня какой-то бзик. Я мечтаю, чтобы она хорошо рисовала. Врачи говорят, времени у ребенка немного. Но если начать протонную терапию прямо сейчас, Арина будет здорова. Она сможет сама дочитать историю про Алису в стране чудес. И как у героини этих невероятных приключений, все переживания девочки останутся в страшном сне. Жанна Скворцова, Александр Поповцев и Алексей Чубка. Вести, Петербург. Чтобы помочь Арине, достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарств для малышей. На сайте нашей телекомпании и на сайте Русфонда все адреса сейчас на экране. Можно узнать о том, сколько денег уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь. Продолжение следует...